Всем привет, сегодня я расскажу про Sound Blaster Roar Что это такое? Это переносная колоночка Это не я, это звук открывания коробки Сейчас, сейчас я вам покажу, чтобы вы мне поверили, что это не диарея Короче, это колоночка, но это очень многофункциональная колоночка К примеру, если обычная колоночка это как бы крутой мальчик в вашем классе, который занимается, ну, я не знаю, айкидо То это Брюс Ли, был раньше такой мужик, он там Вот как выглядит эта штучка, давайте ее со всех сторон вам покажу Вот так Надеюсь, она заряжена, попробуем ее включить И... Ладно, сейчас включу зарядник Теперь она заряжается, это видно Она разговаривает со мной! Похоже, там маленькая женщина Маленькая женщина, с тобой все в порядке? Мне лень сюда вставлять карточку, поэтому я буду делать все через Bluetooth Да, это будущее! Я могу подключиться через телефон к этой колоночке и слушать музыку с телефона Ну, чтобы все слышали Знаете, как раньше? Всякое быдло ходило, вот так вот руками делал телефон И типа громко, круто Короче, соединение с колоночкой через Bluetooth установлено Сейчас будем слушать музыку Ладно, не будем слушать всякую фигню Послушаем настоящую музыку Не спрашивайте, откуда я это знаю Ну, знаете, мне нравится Кнопок немного Подключается просто Очень громкое Настолько громкое, что вот представьте Как бы вы начинаете встречаться с мальчиком в тайне от мамы А вы тоже мальчик И когда мама узнает, вот она кричит Примерно с такой же громкостью Но мама-то не сможет прокричать такие душевные песни К чему я клоню? В некоторых ситуациях можно променять маму на колонку Ладно, все, побаловались Делаем обзор дальше Нет, еще хочу Она подключается не только к телефону, но и к компьютеру Знаете, есть люди, у которых нет телефонов У вас просто может не быть друзей Поэтому телефон вам ни к чему С помощью Sound Blaster Roar можно записывать голос То есть это еще такой диктофон Так что вы, как человек с богатым жизненным опытом Ношение с собой колоночки Можете записать свои мысли Прямо сюда, прям вот на эту штуку Бездарное чмо! Я вас немножко обманываю Я записал этот голос на телефон И с помощью магии Bluetooth воспроизвел через колонку Да, мне подвластны такие вещи Как Bluetooth, Wi-Fi, электрочайник С последним я не совсем разобрался Это довольно тяжело С ней можно устроить вечеринку Так я и сделаю Ну, то есть, сделал бы, если бы у меня было достаточно друзей Можно же позвать людей, для которых я ничего не значу Чтоб они здесь все затоптали, изгадили и сломали Точно Нет А знаете что? Ща я вам всем покажу Знаете, она такая тяжеленькая Есть случаи чего? Вот этими уголками Их, наверное, специально закруглили Потому что знали, о чем я сейчас скажу Можно бить в темечко Если вот до вас докопались Типа Дай колонку погонять Есть музыка А если найду, дашь послушать И вот, дуть ему По башке Короче, она, ну, такая тяжеленькая Не то, что рука отваливается Моя рука никогда не отвалится Но если вы маленькая девочка, вам может быть тяжеловато. А всё почему? Я думаю, что всё это из-за батарейки. Она реально долго работает, потому что с помощью неё можно заряжать другие устройства. Типа телефонов, виброчленов, плееров каких-нибудь. Не знаю, кто сейчас пользуется плеерами. Если достаточные телефоны, вот такой штуки. Я помню, дома у родителей стоял такой большой музыкальный центр. А большой он не от того, что он типа крутой. У людей как бы ассоциации типа большой значит мощный. Нет. Большой значит большой, значит занимает много места. Большой значит громоздкий, неповоротливый. А вот эта вот колоночка, хоть она, я сказал, немножко тяжёленькая, но... Если вы не полный хиляк, то она для вас не тяжёлая. Я могу так делать. Да, я люблю рисковать. Ведь если бы я её разбил, я бы её не смог оплатить. Хотя она стоит всего 9000. Это меньше, чем лайк у Нефёдова. Я квартиру за те же деньги снимаю. У моих родителей стоял громоздкий музыкальный центр. И как бы от того, что он громоздкий, он круче не становится. Вот. Всё, что нужно. Вот в этих... Скольки. Сколько тут? Сколько тут? Давайте на глаз. Тут, наверное, сантиметров 10. Тут сантиметров. Девушки, давайте, определяйте, сколько тут. Ну, как бы, сортом своим соизмеряйте. И понимаете, как бы, размеры колоночки в длину это как бы один васген. Или там, я не знаю, три Ивана. Простите, Иван. Хотя нет, не прощайте мне. Плевать. Теперь расскажу о нескольких специальных режимах в этой колонке. Первый. Для паникеров. То есть, если вы сломали ногу, не можете встать. Или если вы просто неудачник, то нажимаете на кнопочку, колонка начинает кричать. Но пробовать я как бы не буду. Не хочу, чтобы меня соседи ментам сдали. Второй режим для дальнобойщиков. То есть, колоночка будет периодически издавать какие-то звуки. Возможно, даже вот такие. Чтобы вы не уснули. Потому что, если вы уснёте, вы разобьётесь. А если вы разобьётесь, то вы умрёте. Вывод. Саундбластер спасает жизни. Даже такой, как у тебя. Режим спокойной ночи. Для очень ленивых людей. Если вы сам не можете сделать чуть-чуть потише, или попросить маму, девушку, кота, выключить колонку, когда вы засыпаете, то она сама будет постепенно делать тише, 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 пока совсем не выключится. Но я всё-таки думаю, там сидит маленькая женщина. Но вы слышали голос, и вот этот спящий режим. Там, наверное, какие-то прутики, которые бьют эту женщину, чтобы она не засыпала. А когда ты включаешь спящий режим, они как бы её перестают бить, и она расслабляется, начинает говорить тише, 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 и тоже засыпает. И вы как бы спите вместе. Если вы одиноки, то колоночка может заменить вам женщину. Она жива. А почему? Сильная независимая женщина. Короче, мне понравилось. Это всё, что я хотел сказать. Пойду во двор цеплять гопушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА